Всем привет! В эфире подкаст «Надо пробовать», где мы обсуждаем действенные способы менять белорусскую реальность в лучшую сторону. Да, так вышло, что сейчас ты не проведешь FEM Urban Eco Education Festival в любимом корпусе. Но люди не перестали нуждаться в информации и поддержке, а роутеры, к счастью, не перестали принимать безлимитные мегабайты. Многие белорусские инициативы очень круто работают со своей аудиторией онлайн. Сегодня мы поговорим об этом, о том, как провести свой ивент в сети, толково и безопасно. Меня зовут Мария Пархимчик, а поделиться со мной лайфхаками любезно согласились Тони Лаждан и Вера. Вера – менеджерка образовательных инициатив и тренерка неформального образования, амбассадорка движения Шилли Сайдс, выступающего за репродуктивные права и телесную автономию для каждой и каждого. Основные мероприятия, которые шли постоянно у меня в моем прошлом, это марафоны, которые мы организовывали с коллежанками. Вообще эта идея пришла двум другим моим коллежанкам. Идея организации марафонов, тогда это еще было до ковида, они придумали сделать марафоны оффлайн по теме сексуального и репродуктивного здоровья, информирование и также поддержка людей, которые приходят на такой марафон. Ну, понятно, эта тема, она и очень важная, она и чувствительная, и она про всех. То есть тут у каждого есть мнение, у каждого есть свой личный опыт. То есть у них была идея проведения оффлайн-вероприятия с приглашениями разных эксперток и экспертов, но потом случилось очень много разных событий, и уже вынуждены были мы продолжать это онлайн. Тони Лаждан, антивоенная фемквер-активистка, солидерка Минского подружества «Тендер на гендер». Начиная с пандемии, внутри «Тендер на гендер» мы делали кучу всего. Мы делали онлайн-воркшопы, вебинары, прямые эфиры, мы делали образовательные, развлекательные мероприятия, мы делали домашние вечеринки, мы делали квизы. Мне кажется, мы перепробовали все форматы, какие только можно. Мы делали такие большие онлайн-мероприятия, связанные с обсуждением какой-то феминистской координации. Мне кажется, что за последние три года уже нет такого формата онлайн-мероприятия, в котором я не поучаствовал или который бы не организовал сам. И это, конечно, очень сильно связано с потребностью продолжать как-то работать с аудиторией, которая теперь в очень разных местах находится. Ого, это что ж получается, не вебинарами едиными? Можно в окошках зума целый квиз затеять? Но понятно, что формат нужно подбирать под конкретную тему. И где здесь будет идеальный мэч? Вот в чем вопрос. Мне важно сказать, что вообще мероприятие – это инструмент, благодаря которому мы там людей ведем из пункта А в пункт Б. И поэтому то, какой инструмент мы выбираем, он напрямую зависит от того, какой мы видим задачу в рамках мероприятия. То есть, если наша задача познакомить людей, то это одно онлайн-мероприятие. Если наша задача научить их чему-то, это совсем другое онлайн-мероприятие, которое мы делаем. База – это то, как мы храним данные, как мы общаемся с участвующими нашего мероприятия, как они получают о нем информацию. Например, у меня был опыт участия в нескольких мероприятиях, где нам, например, забывали прислать ссылку на Zoom. Второе, что мне кажется очень важным помнить и знать – это то, какие инструменты вы используете, и сопоставлять свои ожидания от того, как люди будут с ними взаимодействовать с реальностью. Например, у нас есть несколько образовательных курсов, в рамках которых мы стараемся использовать большое число вовлекающих инструментов. Мы используем Merode, Jamboard, мы пользуемся чатом, мы пользуемся всякими рисовательными приложениями. Но вместе с этим мы, например, в какой-то момент стали просекать, что некоторые люди, которые на образовательные сессии к нам приходят, если сессия стоит условно в выходной день, они параллельно находятся в поездке на дачу. Сейчас лето, все едут на дачу. И поэтому мы можем использовать тысячу разных интерактивных приложений, но если они общаются с нами с телефона, они почти ни во что из этого не смогут зайти и ничего не смогут там сделать. То есть как бы сопоставить те инструменты, которыми вы пользуетесь, с реальными возможностями вашей аудитории с ними повзаимодействовать. Третье, что я очень рекомендую всем делать, это придумать какой-то формат follow-up с мероприятием и придерживаться его. Например, вы провели какую-то онлайн-лекцию и всем пообещали, что вы вообще-то вышлите заметки с этой лекции или видео этой лекции или что-то, какие-то материалы, связанные с этим. И вы об этом благополучно забыли и вспомнили, через неделю, и люди уже благополучно забыли. И когда вы им присылаете это письмо, для них она на самом деле не очень актуальна. А если еще, не дай бог, вы такие типа, а вот вы у нас были на прошлой неделе на лекции, а заполните-ка теперь форму обратной связи по этой лекции, ну как бы никто уже не вспомнит, что это была за лекция и чему она была посвящена. То есть мне кажется, очень важно продумывать это, так называемые, извините за мои капиталистические слова, customer journey в вашем мероприятии. То есть как человек туда войдет, что с ним произойдет или не внутри, и как она из этого мероприятия выйдет. И как бы и знать эту систему внутри своей команды, и как бы четко знать, какие у кого есть задачи и шаги. Это очень сильно помогает делать более качественные мероприятия, плюс это очень сильно снижает работу внутри команды. То есть если вы знаете, что есть такие этапы, и разные люди за них отвечают, это очень сильно помогает разделить задачки. Понятно, что активистскому мероприятию не нужны агрессивные прогревы, какие делают инфобизнесмены, которые пытаются завлечь людей на свои марафоны успешного успеха. Но и просто бросить в интернет форму регистрации, сказать, приходите люди на мой онлайн-ивент, тоже недостаточно. Если ты хочешь, чтобы люди к тебе пришли, а ты хочешь, придется над этим поработать. И как ни парадоксально, работа над концепцией ивента во многом похожа на работу с брендом. Если мы хотим организовать безопасное виртуальное пространство, то лучше это продумать как идею, как бренд. То есть кого мы хотим позвать, каких людей с каким опытом, что их волнует, какие болевые точки люди хотят обсудить. Понятно, что есть такое общее представление, что если люди платят деньги за мероприятие, они более заинтересованы в этом, и они видят в этом большую ценность. К сожалению, это правда, но при этом я считаю, что можно выстроить и какие-то волонтерские мероприятия и некоммерческие мероприятия таким образом, чтобы люди видели в этом ценность для себя, уважали ресурсы, которые тратятся организаторами. Организаторы рекомендуют на то, для кого это, продумать целевую аудиторию, продумать о барьерах, учесть эти все возможности других людей. Также очень, конечно, людей привлекает какая-то сейчас слово непопулярная экспертиза. То есть если какие-то есть знания дополнительные, которые люди приходят и делятся. Например, мы для своих мероприятий в марафоне дополнительно приглашали гинекологиню, которой мы доверяем и которая может рассказать вот изнутри системы, как права отстаивать репродуктивные и про здоровье, то есть как выстраивать границы с врачами, гинекологами, с позицией человека, который критикует свое собственное сообщество. И мы приглашали психологиню, и это были бесплатные встречи. Конечно, это добавляло ценности как-то людям, которые посещали мероприятия. Мне всегда было интересно, как организаторы онлайн-ивентов отсеивают подозрительных людей. Ну, понятно, что условный фейс-контроль на входе в Google Meet ты не поставишь, но прощупать людей тебе нужно. Как же это сделать поэлегантнее? Мы даем, например, Google-форму или какой-то контакт для связи, где люди могут написать свои данные. Если нужны какие-то дополнительные регистрационные данные, иногда бывает важно дать мотивационный какой-то компонент, чтобы, если ограниченные места, чтобы мы как организаторки могли выбрать тех людей, которые наиболее важны наше мероприятие, как-то это оценить. То есть это тоже очень важно продумать. Конечно же, большая, возможно, вещь, которую я опустила — это безопасность, то есть кого мы приглашаем. Если это безопасное пространство, то есть это должен быть какой-то конкретный человек, и мы сами решаем, как нам его верифицировать и нужно ли верифицировать. Через социальные сети можно верифицировать, через кого-то, кого мы знаем, но это тоже также влияет на доступность. То есть мы можем не иметь общих каких-то контактов, или у человека может не быть даже социальных сетей, но нужно как-то стараться свести эти моменты и доступности, и безопасности. Когда мы работаем с темой безопасности, мы всегда очень четко людям рассказываем, как используется их личная информация. Например, у нас сейчас во всех формочках регистрации указан срок, когда мы храним эти почты или телеграм-контакты, и мы рассказываем, как мы их используем. То есть мы пишем людям, что мы будем контактировать с вами три раза. Первый раз мы напишем подтверждение регистрации, второй раз мы пришлем напоминалку, в третий раз мы пришлем форму обратной связи, после чего ваши контакты, вся весь полуинформация, которую мы у вас собирали, мы это удалим. Это первый шаг. То есть мы прозрачны в том, как мы ее храним. Второе. Внутри нашей команды мы всегда обсуждаем, какие данные нам реально нужны, а какие нет. Ну вот, например, нам для того, чтобы понять, можно человека регистрировать или не регистрировать на какое-то мероприятие, мы спрашиваем условно их почту или телеграм, и просим какую-то социальную сеть. Мы просим, что она должна быть либо открытой, либо они должны быть подписаны на нас с этой своей социальной сети, чтобы мы могли понять вообще, что это за человек. И вот мы, например, когда у людей просим ссылку на страницу в социальных сетях, мы объясняем, зачем мы это спрашиваем. Мы прям таким меленьким текстом в анкете пишем, что мы это спрашиваем для того, чтобы быть уверенными, что вы реальный человек, который имеет отношение к нашему сообществу. Просто как бы объясняем, для чего нам эта информация нужна. Если говорить про другие какие-то такие онлайн формы работ, которые у нас есть, у нас есть служба экстренной психологической помощи, в большинстве случаев она работает онлайн, и мы у людей спрашиваем там много приватной информации. Например, мы спрашиваем их возраст, мы спрашиваем, имеют ли они предыдущий опыт получения психологической помощи, мы спрашиваем, в каком городе они сейчас живут, потому что это помогает нам перенаправить их к специалисту или специалистке. И, короче, в начале форума мы прямо им рассказываем, как мы используем эту информацию. Например, мы ее используем для статистики обращений, это помогает нам дальше в нашем фандрайзинге. То есть мы рассказываем другим людям, которые, возможно, хотят поддержать нашу службу помощи, кто к нам обращается, откуда эти люди, какого они возраста и с какими темами они к нам приходят. Вместе с этим мы точно так же в самом конце рассказываем, что когда люди, которые к нам обратились, закончат свой психологический протокол помощи, нам маякнет их психологиня и скажет, что данные можно удалять. И мы тогда удаляем все личные данные этого человека, его имя или ее имя, возраст, мы удаляем их социальные сети и все контакты. И остается лишь такой просто анонимный профиль, что был человек из города А вот с такими запросами. И дальше мы указываем, что в возрастном промежутке, не знаю, там 20-30 лет. Все. Хорошо, мы посмотрели, что наши будущие гости постят в своих инстаграмах, и нам это понравилось. Но сами участницы и участники мероприятия, скорее всего, друг с другом не знакомы. Они придут и увидят черные окошки, аватарки или каких-то незнакомцев. Как в этом случае снять напряжение, которое может возникнуть? Мы не можем знать, что происходит за этой камерой, видят ли других участников люди в комнате, слышат ли о них, используют ли участники наушники, чтобы не слышали личные какие-то истории жителей квартиры, комнаты. Это важно проговаривать. И по моему опыту, что люди иногда про это не думают, то есть они делают это не специально. Важно проговорить, чтобы этого не было. Если есть возможность, например, показаться перед началом мероприятия, показать своё лицо, то это очень тоже важно, если есть такая возможность. Мне с моим комплексом отличницы было бы суперважно, чтобы моё онлайн-мероприятие от начала до конца прошло по тому сценарию, что я задумала. Но я понимаю, что, скорее всего, так оно не происходит. Я спрашиваю, что делать, чтобы мероприятие не превратилось в какой-то хаос. Я часто встречаюсь с ситуациями, когда, например, мы говорим, что будет образовательное мероприятие, люди пришли на то, что они думали, будет лекции, и они думали, что они просто послушают. И будут параллельно заниматься своими делами, а где-то в середине наша лекторка или выступающая говорит, что так, а сейчас мы разобьёмся в breakout rooms, и у нас будет 15 минут интенсивного обсуждения чего-то. Люди могут быть к такому не готовы, они технически, например, не смогут этого сделать. Они, не знаю, могут ехать в автобусе или в метро. И, в общем, важно проинформировать тогда людей, что вот будет этот кусочек, связанный с каким-то интерактивом, чтобы они тогда либо дали вам знать, что они не смогут в этом участвовать. Ну вот, например, мы говорим, что делимся в breakout rooms, а те, кто не может, вы, пожалуйста, дайте нам знать в чате, и мы тогда не будем вас закидывать в эти breakout rooms. Важно, короче, говорить людям, что будет происходить. Второе, что очень важно, не пугаться того, что люди, например, не включают камеру или голос. Мы, например, когда сейчас работаем с молодёжью, а под этим я, наверное, подразумеваю людей, которым 16-20 лет, я всё очень часто замечаю, что они вообще не хотят включаться, они вот всё пишут в чат. И важно тогда иметь этот зазор внутри вашего мероприятия, просто подождать. Потому что, ну вот вы им задали какой-то вопрос, все молчат. Обычно выступающие начинают пугаться, что все молчат, и ничего не происходит. И, не знаю, прошло 15 секунд, и уже там человек начинает говорить, ну давайте подумаем ещё как-то, вот что могло бы быть в ситуации А или Б. Иногда я предлагаю тебе вот просто 30 секунд подождать. Люди часто просто набирают что-то в чате, и они вам какую-то, на самом деле, достаточно содержательную выдадут ответ на ваш вопрос. Второе, что я рекомендую делать, это иметь вот эту как бы возможность не только включения с помощью камеры, а вот возможность там просто что-то сказать голосом, прислать вам какой-то вопросик или комментарий в чатике. Ещё хорошо срабатывает, если, например, во время регистрации на мероприятие у вас была там возможность задать какие-нибудь вопросы к выступающей, которые потенциально могли бы быть. Важно продумать, если это безопасное пространство для проведения какой-то темы, тематической, то есть какой-то гайд. Если мы ведём мероприятие с напарницей, напарником, с какой темой на какую мы будем переходить, то есть обязательно приблизительный список вопросов. Или если у нас беседа бывает, иногда идёт очень не про траекторию, которую мы запланировали, и это тоже нормально, но чтобы были какие-то опорные точки, на которые мы могли опираться и знать, что за чем следует, хотя бы примерно. Также мы договариваемся об атерации, у кого работает на подхвате. Если, допустим, я вижу, что я где-то подвисла, или я растерялась, или я ещё что-то, человек, с которым мы работаем, он знает меня и что, например, видит, что я сейчас не готова ответить на чей-то комментарий. То есть это постоянная работа на подхвате друг у друга, поэтому очень удобно проводить виртуальные мероприятия. Я думаю, что самое такое число — это три человека. То есть два человека, которые ведут мероприятия, ещё третий человек, который занимается модерацией, если это большое мероприятие с большим количеством человек в онлайне. То есть тут очень важно следить за чатом, следить за реакциями. Важно очень обозначить правила, чтобы все участники знали алгоритм, что делается в каком случае. Например, если мы хотим сказать, если мы хотим такое правило вести, поднимаем руку, говорим. Или пишем в чат. Или, допустим, мы договариваемся о том, что один человек выключает микрофон, и после этого любой может включить микрофон. Или, допустим, модератор отвечает за то, чтобы кого-то пригласить к разговору. Вера организовывала множество безопасных пространств в сети, и она чётко знает, по каким законам такие пространства выстраиваются. Я прошу её поделиться какими-то ключевыми лайфхаками, которые помогают создавать доверительную обстановку в интернете. Что, например, мы лично такие конкретные типсы, что делают для построения доверия? Людям даётся полная информация о том, что это за мероприятие, какие у мероприятия есть партнёры. И если, допустим, это те люди, которые мы приглашаем, и они не хотят о себе много рассказывать, мы даём какую-то отсылку к тому опыту, к тем мероприятиям и организациям, с которыми они были связаны, давая, например, только их имя. То есть мы даём всю информацию. Мы также и открыты, как того требует какая-то тема. То есть мы не можем, например, говорить о виртуальном безопасном пространстве на тему репродуктивных прав, если мы как модераторы не готовы также быть уязвимыми в своём опыте и рассказывать какие-то вещи из нашего опыта. То есть это то, что тоже помогает выстроить доверие. У нас были даже такие заготовки, когда, например, мы начинали каждую нашу встречу с какой-то нашей личной тематической историей на какую-то тему. То есть на тему сексуализированного насилия, на тему попрания наших репродуктивных прав, на тему созависимости в личных отношениях. То есть тут такие вот вещи. Но при этом тут тоже важно очень соблюдать баланс и не давить на людей. То есть если ты готова делиться чем-то сама, то это не значит, что все будут сразу на одном и том же уровне готовности. И тут важно тоже сравнивать свои ожидания и не думать, что люди будут сразу фонтанировать этим доверием. И это абсолютно нормально. И что, конечно же, ещё важно в виртуальном пространстве, люди делятся своими переживаниями. То есть мы договариваемся со всеми участниками и участницами, что это то, что остаётся у нас, в нашей группе, что мы этим ни с кем не делимся, и что это очень важно. Когда мы, допустим, организовываем мероприятия с людьми разного возраста, особенно на чувствительные разные темы. То есть тут нужно тоже сразу оговорить о том, что у нас может быть разный опыт, разные моменты, связанные с воспитанием, с тем, что люди пережили. И не ожидать, что эти вещи обязательно тоже сойдутся. И обязательно все участницы, участники должны знать, что мы выражаем уважение, мы с достоинством относимся к каждому опыту, каждому человеку, который решила поделиться, решили поделиться в пространстве. Тут очень важна модерация. Если что-то не соответствует нашим ценностям, если что-то озвученное, мы считаем, что это травмирует людей, травмирует участников, что это дискриминационная лексика. То есть наша задача — быстро на это отреагировать и сказать, в зависимости от того, конечно, что сказано, или прервать, или сразу сказать, что, знаете, там есть, например, другой опыт, знаете, вот есть и какие-то такие вещи, которые мы должны учитывать. То есть тут тоже ориентироваться нужно по ситуации, но важно реагировать на все, что нарушает границы нас и других людей. Но что, если мы планируем не уютный ивент по инвайтам, а большое открытое мероприятие, куда может прийти кто угодно? Ну, здесь, понятно, может случиться всякое, и у тебя должен быть план на этот случай, и четкое понимание того, что ты делаешь, для кого ты делаешь и зачем. На больших мероприятиях, еще когда только начался коронавирус, и все эти моменты, они только начинали простраиваться, не было на готове модерация. Допустим, человек в Зуме включил ужасное видео с оскорблениями в качестве трансляции в Зуме. То есть это очень тяжелые моменты, но тоже важно знать, что все может произойти. Мы должны быть готовы ко всему. Мы вместе, если мы с кем-то проводим мероприятия, мы сильнее, чем те люди, которые хотят уничтожить наши ценности. И да, мы как бы это должны максимально нивелировать, быстро отреагировать и побеспокоиться о том, чтобы это не так травмировало нас и участников, участниц, и чтобы это не повторилось в будущем. Тони называет себя ветераном организации онлайн-мероприятий, и я не упускаю возможности спросить у такого многоопытного человека, что же заходит в Беларуси прямо сейчас лучше всего. Мы занимаемся феминистской работой и правами женщины ЛГБДКИ, и мы видим, что онлайн-мероприятия успешные, они завязаны на каких-то чувствительных темах. Ну вот условно, как найти дружественную себе, там, квир-френдли психотерапевтку? Вот это находит большой отклик. А всякие мероприятия, которые ориентированы, типа, только на Беларусь, которые там связаны со знакомством, взаимоподдержкой, каким-то построением сообщества, это все, ну, реалистично говоря, значительно лучше сейчас работает внутри Беларуси. То есть лучше сделать крошечное мероприятие на пять человек внутри Беларуси, чем делать онлайн-мероприятие на пятьдесят пять. И, честно говоря, по эффекту ваше крошечное мероприятие будет значительно более мощное, чем большой онлайн. Если вы хотите делать что-то только для людей в Беларуси, я искренне как бы рекомендую попытаться это организовать, пускай в очень-очень маленьком формате, но внутри страны, потому что мы знаем по оценкам потребностям, что людям очень не хватает этих мест для встреч, и они хотят как бы увидеть хотя бы одно новое лицо внутри Беларуси со своими похожими ценностями. А онлайн может решить более-таки масштабные вопросы, типа, как поддерживать солидарность между Беларусью внутри и за ее пределами, как налаживать этот контакт между разными теперь уже поколениями и диаспорами, как взаимодействовать с людьми в таком, ну, большом глобальном понимании смысла этого слова. То есть онлайн может решать такие вот масштабные вопросы про наше коллективное будущее, наше коллективное восприятие настоящего, вообще какие-то общие стратегии помогает вырабатывать и вот как бы решает, как мне кажется, такой немного другой спектр задач и вопросов. Сейчас мы заметили, что люди хорошо приходят на онлайн-мероприятия, которые очень короткие по своему формату. То есть если мы обещаем, что это будет час, и мероприятие укладывается в час, то туда приходит на самом деле значительно больше людей, чем, например, если мы говорим, что это будет там полтора часа или два часа. То есть ставить какое-то такое более удобное время проведения этого мероприятия, ограничивать его по продолжительности, это помогает вовлекать большее количество людей. Вообще важно воспринимать онлайн не как заменитель чего-то, а как новую возможность. Нужно видеть в таком формате плюсы и использовать их. Ценность быть услышанным, это тоже очень важно для онлайн-мероприятий, чтобы люди имели возможность высказаться и быть услышанным, потому что, кажется мне, что это нечасто бывает у нас, когда и в жизни нас могут послушать и определить своё мероприятие как место, где люди реально могут быть такими, какие они есть во всём их опыте, вне зависимости от того, с каким бэкграундом они пришли. Люди могут и своей экспертизой делиться, это очень важно, да. У меня, например, да, как у девушки, тоже с определённым бэкграундом может быть свой опыт, и я эксперткой являюсь в своей жизни, и тут тоже можно создать такой момент обмена этого опыта. То есть не обязательно приносить эту экспертизу и показывать её как что-то, что сверху, да, приносится людям. Если мы даже приглашаем какого-то эксперта, экспертку, экспертку, экспертке больше нужны люди, чем людям нужен этот эксперт или экспертка, да, то есть это взаиморавный обмен опытом. Вот так, если это преподносить, то это важно. В завершение хочется сказать, что мы не можем знать наверняка, насколько светлее станет от твоего ивента человеку за чёрным окошком. Но мы наверняка знаем одно. Если ты горишь своей идеей, то донести её, даже через расстояние, надо пробовать обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok